Как мы рассказывали, несколько дней назад в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи была проведена серия операций по пересадке почки от близкородственных доноров. Процедуру провел узбексо-турецкий состав врачей, что, конечно, способствовало обмену опытом между коллегами. Сегодня пациенты выписались из больницы. Об их самочувствии справился и наш корреспондент. Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи – место многолюдное. Одни поступают, другие выписываются. Но в числе сегодняшних пациентов готовых к выписке. Люди, к состоянию здоровья которых, все последние дни было приковано внимание не только медицинской общественности. Операция трансплантации почки относится к высокотехнологичной медицинской помощи. И зачастую это единственный возможный вариант спасения жизни больного. Про таких, как они говорят, товарищей по несчастью. Однако приставку неотделяющую благополучие от его прямо противоположного состояния удалось исключить. И все благодаря усилиям врачей, плодотворному сотрудничеству между нашими и турецкими хирургами. Сотрудники центра были направлены на обучение в клинику университета Башкент. Он, Карл Турцу, под руководством профессора Мехмед Хабирала, президента Всемирного сообщества трансплантологов. И после прохождения обучения были подобраны пациенты. И 6 и 7 апреля 2018 года совместной бригадой турецких и узбекских специалистов были проведены первые три операции по пересадке почки в Рецептанском научном центре экстременцинской помощи от родственного донора. Я надеюсь, донор и рецепенты в ближайшем будущем смогут возвратиться к нормальной жизни. Все операции были проведены на бесплатной основе. Думаю, что с успешным началом данных операций в нашем центре мы поставим хирургическую помощь больным на поток. 14-летний Умель Джон Абдумаджитов увлекается историей, рисованием, изучением иностранных языков. Однако времени на любимые занятия не всегда хватало. Около года жизнь мальчика была полностью подчинена расписанию процедур гемодиализа. Последний замедляет физическое развитие детей, поэтому для них вопрос пересадки почек стоит более острым. Донором для мальчика стал его отец. И теперь, в числе увлечений у Мельжуина, обязательно найдется место спорту. Досили для него недоступно. Уже все позади. Я так переживала и за здоровье мужа, и за здоровье сына. Сейчас уже успокоилась и рада за все. Все семьи благодарны от всей души. Подобные операции за рубежом стоят более 15 тысяч долларов. А здесь, на родине, они проведены бесплатно, полностью подтвердив истину. Дома и стены помогают.